Я хочу, чтобы сейчас мы вместе сделали определенные практики, которые помогли бы вам сформировать свою реальность. Я простые примеры привожу. Когда вы утром встаете, может быть у кого-то есть тапки, или у кого-то есть штаны, которые он снял и спит в нижнем белье. Вы когда думаете о завтрашнем дне, вы даже не задумываетесь о том, что с утра проснетесь, оденете штаны или оденете тапки. Для вас это естественно. Так вот задача стоит в том, чтобы точно так же естественно представить, что завтра хорошего будет в вашей жизни происходить. Что завтра вы коснетесь всех своих дел, сегодня вы дашьтесь спать, крепко поспите, все у вас будет хорошо. И таким образом включится позитивный процесс. Только представьте, что это не штаны или тапки. Это те классные дела, это те события, которыми вы хотите наполнить свою жизнь. И благодаря вот этому простому принципу можно включить мышление человека, который управляет своей реальностью. Вся разница между человеком, который хочет сомневаться в себе или хочет верить, и тем, кто убежден в том, что будет так, как он хочет. Просто в выборе отношения к процессу мышления. И когда человек в чем-то убежден, и он не ищет доказательства, человек, который не уверен в себе, он пытается создать общественное мнение вокруг чего-то. И раскачивает лодку таким образом. А когда человек убежден, то тогда рядом с ним собираются единомышленники сами. И ему не приходится, так сказать, это доказывать. Понимаете, о чем я говорю? Тонкий момент, но очень правильный. Поэтому модерирование будущего происходит даже за счет того, что вы понимаете этот принцип, что вы сами создаете свою реальность. Поэтому если вы создаете сейчас свою реальность из тревоги, то вы дальше умножите эту тревогу и делаете ошибки. И таким образом это происходит. Поэтому я хочу, чтобы у вас завтра наступило еще более классное будущее через классное настоящее. И по моим ощущениям, где-то 2-3 недели вся эта ситуация будет раскроется. Понятно, что кризис будет долго, с экономикой будет спать, еще какие-то вещи. В чем проблема? Разберемся с этим. И сейчас самое время увидеть новые возможности, начать созидать, проявлять свои таланты, задуматься о глубоком смысле своей жизни и исследовать своему сердцу. И я вам сейчас дам несколько упражнений для моделирования своей реальности. Давайте с вами, друзья, представим, что прошло 20 лет. Прошло 20 лет. Прошло 20 лет. Давайте сейчас комментарии выключу, чтобы они никого не отвлекали на время. Прошло 20 лет. Прямо представьте, через 20 лет. 2042 год. Какие ощущения в этот момент у вас просыпаются? Ну, если там бред идет в голову, я там не доживу или что-нибудь такое, выкиньте это из головы, вы доживете, все, 2042 год. Вы там. Какие ощущения в этот момент рождаются в теле? 20 лет должно пройти. Когда-то был 2002, сейчас 2022, а это был 2042 год. И вот там, через 20 лет, вы представляете легко и просто гармоничное, счастливое будущее, где вы также молоды, здоровы, активны. Вы реализовали все свои идеи, которые вам сейчас в этот момент идут в голову. Через 20 лет. Прямо закройте глаза и начинаете там рисовать. Через 20 лет. Вы сделали все, что вы хотите сделать. Вот вся какая творческая мысль, как будто вы вот такую мечту на 20 лет включаете сейчас себе это состояние. И там ее представляете. У вас это там легко и просто получается в этот момент. Через 20 лет. Все жители Украины через 20 лет перенеслись в 1942 год. Мир, гармония, красивые пейзажи, никакой разрухи. Все счастливы, улыбаются. Все хорошо, как когда-то было через небо. Сейчас через 20 лет прошло, там все отлично. И так же у вас. Все отлично. Вы там. Вы там это представляете. Что там все хорошо. И вы как-то это чувствуете в своем теле, когда все хорошо через 20 лет. В Украине, в каком городе вы сейчас не находитесь, неважно. Там хорошо. Либо в России, либо в Греции, либо в Прибалтике, либо в Канаде. Там все хорошо. И все ваши мечты, вот там детские, затаенные, где-то там сидящие глубоко в сердце, они все реализовались. И вот через это состояние мечтателя, который через 20 лет творит свою реальность, кто-то там внуков своих уделит, кто-то еще что-то. Вы это реализовали и вам классно. И вы видите, что в этом мире гармония, радость, наслаждение, счастье. И вы абсолютно счастливы от того, что вы рисуете эту реальность через 20 лет. Вы счастливы от того, что все, что вы захотели, вы через 20 лет в этот момент там уже реализовали. 20 лет – огромный срок. И там можно реализовать все, что угодно. Любые цели. Как будто вы художник, который красными рисует любую ситуацию. Ваша задача – это просто представить. И почувствовать, что вы при этом здоровы, счастливы, молоды. Все у вас прекрасно, хорошо. И вы там это делаете. Через 20 лет. В 2042 году. Даже в Украине. Во всех городах. Все красиво. Люди улыбаются, здороваются. Хотят по-украински говорят, хотят по-русски говорят, хотят по-армянски говорят. Неважно. Вы тот человек, который живет там, где хочет. И делает то, что хочет. И вокруг все хорошо. И когда все хорошо, и все ваши мечты реализовались. Алла начала петь. И так собралась в ансамбль и так далее. Все классно. Каждый реализовал то, что хочет. В этот момент в ваших ощущениях происходят какие-то изменения. Вы что-то чувствуете телом, когда вы живете в этой идеальной реальности. Которой нет никакой войны, никакой разрухи, никакой злобы, никакой ненависти нет. Она не нужна никому. Ненависть разрушает. И там ее нет. Там есть только доброта, любовь, покой, радость и счастье. И все ваши мечты там сбылись. И вы через 20 лет в этой реальности оказались. И ваша задача, воспроизведя это ощущение, зафиксироваться на нем, пропитаться, насладиться этим. И теперь взять это состояние и переметнуть сюда 2022 год. В настоящий момент. Вы сейчас точно такой же, счастливый, гармоничный, успешный, жизнерадостный человек, который все, что хотел, все реализовал. Что все, что вы хотите, все, что пришло в ваше воображение, все точно так же доступно и сейчас. У вас есть полная уверенность, что вы проживете минимум 20 лет. Вы реализуете все, что вы хотите. У вас есть уверенность в том, что вы образ и подобие Бога, который способен реализовать все. Все хорошее, все доброе, все счастливое. Глеб нет зла, разрушения, ненависти. Вы это реализовали через 20 лет. И вы это чувствуете в настоящий момент. И вы такой человек. У вас все эти свойства есть в данной моей времени. И вот попробуйте это глубоко зафиксировать, осознать, прочувствовать, пропитаться этим. И именно из этого ощущения отсутствия сомнений в том, что именно так все в вашей жизни будет разворачиваться, планировать завтрашний день и какие-то текущие задачи. Что у кого бизнес, что с бизнесом вы разберетесь. Что если что-то отвалилось, что-то новое придет. Что-то не получалось или транзакции закрылись, банки закрылись и так далее. Недвижимость исчезла, со здоровьем какие-то трудности, с партнерами трудности. А вот завтра это точно все решится. Потому что сейчас это уже решилось. Через 20 лет вы это почувствовали, как легко и просто переходят. И в этот опыт перенесли в настоящий момент. И вам не надо больше самому себе доказывать, что вы достойны лучшей жизни. И что эта лучшая жизнь точно настанет через какое-то время. Но вы уже живете в этом. Вы уже это моделируете. Вы уже этим пропитались. Вы мечтатель, который умеет создавать ту реальность, в которой он хочет жить сам. И вам не надо это доказывать. Вы этим наслаждаетесь здесь сейчас, пропитывая каждую клетку своего тела. Именно этим ощущением. И именно это ощущение теперь будет управлять в вашей реальности, формировать эти события. И теперь из этого чувства вы простраиваете завтрашний день, следующую неделю. И вы понимаете, что мир на Украине точно наступит, что все эти процессы разрушения, они прекратятся. И мы будем всех любить друг друга, обниматься и друг к другу ездить в гости. Никаких проблем вообще не будет. Никакая политика не способна поменять миролюбие, дружелюбие, любовь и жизнерадостность. Ничто. И благодаря этому ощущению здесь сейчас вы планируете свой завтрашний день. И именно это чувство теперь управляет вами. Классное состояние, друзья. А теперь можно открыть глазки, и я включу комментарии. Теперь можете делиться состоянием. Как оно там ощущается сейчас? Сознание – великая сила. Правильно пользуйтесь им. Не пускайте свое сознание в разрушение себя. Перестаньте думать, если кто-то вам за последнюю неделю внушел, что если вы человек с российским гражданством, вы идиот, или там в инщадии ада, и вы всегда будете говорить чушь собачья. Выкинуть это нужно все из головы. Никогда больше к этому не возвращаться. Если люди вас чем-то провоцируют, что-то пишут на эту тему, то вас это не должно задевать. Поэтому все вместе мы сейчас с вами создали у каждого из вас то будущее, в котором вы хотите держать. Техника включения мечт, когда вы превращаетесь в ребенка, и через 20 лет вам кажется, что вообще это такой космос, что-то волшебное может произойти. И вот это волшебство начинает включать воображение. И появляется ощущение радости, счастья и уверенности. И вот это ощущение является правильной основой для моделирования гармонии в своей жизни, для принятия правильных решений. Для того, чтобы вы поступали верно и разумно и мудро по отношению к себе, к вашим окружающим и ко всем тем процессам, которые с вами связаны. И именно понимали, что управляет миром чувства, а не логика. Логика это следствие. Поэтому обращайте внимание на свое тело. Вот если вам через 80 будет, а 80 через 20 лет, это здорово. То есть в 80 лет вы будете бодры и веселы, и все будет прекрасно. Но если вы себе успели до этого накидать всякие глупости, что в 60 жизнь заканчивается, то попрощайтесь с этим. Неважно, где вы живете. В Финляндии, в России, в Узбекистане, в Африке. Какая разница? Вы там, где вы должны быть. И вам это нравится. Если хотите перебраться куда-то, то перебирайтесь на здоровье. Что вам мешает? Вообще, государство это условности большие. Большие условности. И я вообще за то, чтобы все эти политические игры закончились. И каждый бы мог жить там, где он хочет. Где он чувствует, что своим сердцем он там лучше раскрывается. Нравится жить в Израиле? Живи в Израиле. Нравится жить в России? Живи в России. Нравится Америка? Живи в Америке. Какая разница? И тогда все эти манипуляции политические закончатся. Но все достойны всего самого лучшего.